Дмитрий Игоревич И, скажем так, на этой пресс-конференции нашей, первой ежегодной, ответим на вопросы подписчиков Потому что вопросов очень много, при проведении Статьяны Фёдоровны, да и вообще при проведении стримов На все вопросы ответить практически невозможно, и сразу много людей обижается Поэтому Дмитрий Игоревич вышел с предложением, а почему бы нет, чтобы провести нам такую встречу с подписчиками Ну, в принципе, дело хорошее, да есть с чем обсудить, есть с чем, так сказать, поделиться Ну что, Дмитрий Игоревич, начнём? Начнём я, Диова. Тогда расскажи мне, как дела в твоей стране Бурленде Ну, прошёл 2021 год Ну, нельзя сказать, что год выдающийся, но нельзя сказать, что год, так сказать, плохой Почему? Сейчас отвечу сразу Вот для нашей семьи, да? То есть, ну, моя семья – это мой народ, скажем так, да? То есть, для семьи Виноградова год 2021 был обалденный, почему? Отвечу Да, подарил Господь нам внука Статьяны Фёдоровны Я давно его просил, братцы Да, у нас Илья Алексеевич, обалденный внук Вот ему было 19 числа, значит, 8 месяцев Ну, скоро будет говорить, ну, он уже практически ходит Да, с бабушкой ладит Меня любит, узнаёт, улыбается Вот, Татьяна Фёдоровна, так сказать, по работе, например То есть, какие, значит, у нас, получается, демографическая обстановка В моей стране Бурлендии улучшилась на, получается, на 20% рождаемость увеличилась Ну, если у нас 5 человек, а человек ещё родился, да? Получается, то есть, если в целом по стране сравнивать, наверное, не очень хорошо Но в стране Бурлендии с этим планом, с демографической обстановкой обалденно По вопросам трудоустройства, ну, вообще, как это, трудового, так сказать, рынка, рынка труда Вот, да, если скоро точно как президент буду разговаривать, да? Рынка труда Ну, в принципе, слава богу, была работа у меня Замечательную работу, на замечательную работу устроилась Татьяна Фёдоровна На замечательную работу устроилась Инна Владимировна То есть, опять же, скажем так, как кто-то сказал, а зачем учиться? Так вот, на вопрос, зачем учиться? Ну, вот, с образованием и с опытом работы, так сказать, можно найти работу И достойную работу, и с достойной зарплатой Ну, понятно, как, значит, почему, много вопросов задают, значит, подписчики Почему Татьяна Фёдоровна уехала у Владимира работать, а не в Вязниках работать? Ну, отвечу, братцы, всё очень просто То есть, ответ самый простой То же самое, почему я в Вязниках не работаю Ну, просто, значит, власть придержащая Про Татьяну Фёдоровну сказали, слишком умная Ну, с этого идёт ответ, да Значит, не умная, получается, нужная в Вязниковском районе Вот И про мой, значит, я тоже хотел, так сказать, поработать на благо Вязниковского района Ну, про меня, значит, ответ был такой, что А вдруг он чего-нибудь скажет? То есть, значит, есть чего-то и прятать, да? Ну, так получается Я, братцы, нисколько не расстраиваюсь У меня есть Димка Не Дмитрий Игоревич, Дмитрий Игоревич, понятно, правая рука И, так сказать, мы с ним компаньоны, да? Вот, а есть Димка, кран Очень дальше, в этом году он у меня хорошо поработал Дмитрия Владимировича я его зову, да? То есть, я его испытал, он заправдывающий 25-тонник Он заправдывающий кран, обалденный Поэтому, я всегда говорю, у меня есть Димка И мы справимся, да-да-да Вот, поэтому еще у нас большая радость У нас в сфере образования тоже большие подвижки У нас Полина Максимовна, значит, в школу пошла в первый раз И причем там учитель, который, значит, преподает у Полина Максимовна Очень даже прогрессивная, значит, женщина Ну, и преподаватель прогрессивный Сейчас оценки, что, кажется, в первом классе не ставят Но там пишут молодец и все остальное А представляешь, маленькая девчонка скажет, ты молодец Ну, а как же, то, что... Воспитывают Да-да-да Поэтому, братцы, ну вот, в стране Бурляндии, слава богу Строительство у нас очень хорошо велось в нашей стране Бурляндии, опять так скажем Мы же говорим, то есть, отчет и встречу идет, ведет пресс-конференцию То есть, да, участвует пресс-президент, да Ну, и президент отчитывается То есть, строительство капитальное и строительство, значит, в нашей республике Бурляндии тоже Обалденные, братцы Значит, в этом году мы, значит, Дмитрия Игоревича, при помощи Дмитрия Игоревича, значит, сделали Ой, хост такой блок Обалденный, плиту залили там, все-все-все Потом мы сделали навес с ним Потом, значит, сделали, я их называю, тропы Хошемина Ну, это, значит, как сказать, дорожки, дорожки садовые в будущем будут То есть, все у нас, слава богу, братцы И, любимая у меня поговорка, братцы, человек кузнец сам свое счастье То есть, было жарко, так сказать, работы сильно много не было в начале лета Ну, я взялся, так сказать, за капитальное строительство и благоустройство территории вокруг дома Вот, так что, все, слава богу, братцы Жаловаться на текущий год грех, да и на прошлый год грех Все в наших руках, братцы Скулить не будем, жаловаться на жизнь не будем, так что, все, слава богу Ну, что, Дмитрий Игоревич, прошу вопросы Соблюдаем масочный режим Да, обязательно, нет, так я же сказал в самом начале, что масочный режим, это первочередное для нас, да Это, как я вам посмотрел в интернете, там, значит, женщина в черной маске такая И кто-то к ней подходит, говорит, батюшки, ну, где такую маску достать Он говорит, ну, ты год носить будешь, она и чернее, чем будет Поэтому масочный режим соблюдаем, да Живу я на украине деревни, так сказать Я никому не хожу, ко мне никто не ходит, все, слава богу Много подписчиков спрашивает, чего нам ждать в новом году? Я так думаю, глобальных перемен не будет, братцы, это точно Ой, ну, я все равно, вот, ну, я страшный оптимизм Я думаю, все к лучшему Вот, честно слово, к лучшему, понятно, сейчас, наверное, насчет разговора А вот там жизнь дорожает, согласен, что жизнь дорожает, да То есть, вот, если прошлые года до 20-го года, наверное, было, значит, по финансам было так Я вот чисто по себе, по своей стороне Бурляндии говорю То есть, если нам с Гертруда Владимировны хватало тысячу на неделю, да Но теперь вот нам нужно при том же рационе, не шикуемости Вот я, братцы, как огурец, честно слово Мучное практически не ем Мясное практически не ем Только, ну, исключительно, так сказать, для съемок мангальных историй Татьяна все разрешает мне свининкой побаловаться Все, слава богу, братцы Все хватает Жаловаться на жизнь грех Самое-то главное счастье какое, Дмитрий Игоревич? Как я считаю, и вообще подписчику отвечаю Самое главное счастье что? Самое главное здоровье, да Ну, а за свое здоровье, все равно, я понимаю, что немного сейчас будут опять критики А вот, вот, все развалили, братцы Ну, я вот стараюсь вести здоровый образ жизни Алкоголь практически не пью Ну, для мангальных историй, так сказать, на, 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 на Для антуража, для блеска глаз, конечно, бывает в конце, так сказать, выпуска рюмочку другую пропущу Ну, но, оказывается, я тут вычислил, что коньячок разжижает, да, кровь, и все хорошо Главное, не злоупотреблять, и все будет хорошо Но тем самым жизнь-то все равно, как минимум, раз в два тогда подорожала Так я об этом толкую, дружище Нет, жизнь подорожала, но давай рассуждать по-другому Ну, и я как могу влиять? Как президент Бурлендии, мы просто стали заниматься, я сейчас объясню Мы стали развивать сельское хозяйство Вот я, жалко, не посмотрел, не получилось посмотреть, значит, пресс-конференцию отчима Почему? Потому что коммунальщики, так сказать, не дали такой возможности Ведь весь год ждешь выступлений, понимаешь, в чем дело? Ждешь новых этих, значит, планов и всего остального Но коммунальщики сделали так, что, вот я только, значит, предисловие Я не помню, как его пресс-секретарят у отчима Дмитрий Сергеевич Да, Дмитрий Сергеевич сказал, что вот маски все оденьте и все прочее, да Вот, и все, и свет у нас закончился, да Почему? Потому что у нас регулярно ведутся в деревне Бутерлино Профилактические работы по, значит, ремонту сети Лет-то не бывает, у нас же, как обычно, как зима, так начинаются ремонты, да Ну, есть же, нет, есть же хорошая примета российская, да, мне кажется Да и советская, в принципе Что если положили асфальт свежий, то, значит, будут копать, да Ну, то же самое у нас Как пошел снег, значит, все Как пошел дождь, значит, все, света нет Света нет, воды нет, воды нет, отопления нет Дело в том, что я тут извиняюсь в некотором образе, образом, да, верить сказать Извиняюсь, недавно я, значит, в ТикТоке там выложил Ну, братцы, накипело у меня просто Если за день четыре раза отключает свет и четыре раза кончается вода У меня-то, братцы, и все, слава богу Я старый, так сказать, толовик, у меня за годи купленный генератор За годи припасенный бензин и все прочее, да То есть я без света могу прожить и без воды, у меня пруд рядом, если что Да и снегу тут так у нас наебенило Ой, вот сегодня опять же, да, сегодня опять снижено Ну, короче, хорошо, если, братцы, у меня вот есть Юрик Техника советская, но он мне так помогает, это ужас То есть если бы у меня был Юрик, у меня кое-что-то были такие заносы, будь здоров Ну, я в виде, так сказать, Тимуровской помощи, так сказать У нас по деревне не слишком часто чистится Но я, так сказать, в виде спонсорской помощи, да и вообще люблю людям помогать, да Я чищу нашу улицу советскую То есть, ну, советская должна быть в примере, да, всем Вот я чищу улицу советскую, ну, к соседям везде тут проволочки чищу Почему? Потому что, ну, принцип такой у меня, братцы Люди должны другу помогать Кто-то мне как-то написал, что не делай добра, не получи зла Ну, мне не нравится это высказывание Почему? Вот попросил сосед прудик окопать Не вопрос, правильно? Надо снега почистить, почищу Так что, понятно, что, может быть, кому-то это, ну, не знаю, режет глаз Но сейчас, братцы, наверное, надо помогать Почему? Потому что мне вообще стариков жалко Вот честное слово, мне так жалко стариков Понятно, что дети все разъехались, но кто-то им должен же почистить дорожку Вот я проезжаю, бывает, отвалечек-то упадет, вот теперь шуру на протяжку Я беру лопату, просто утерю шуру, ну, заход к ее к дому почищу И все, ничего же с этого нетрудно не будет, да? А у нас ведь из подъезда вышли, и все, и только орево начинается Да-да-да Игорь Улану спрашивает Родом из деревни, глава сельсовета душит сельчан, ничем не помогает Хотел выписать лес на постройку дома, так как старый сгнил Не дают, сам ветеран боевых действий Что делать? Честненький лес вырубает, а людям даже дров не дают Поселок Сухонский, Вологодская область Ну, слушайте, а вот этот вопрос у меня тоже интересный Да, ну, и даже не из-за того, что ветеран боевых действий Там и прочее, может быть, какие-то там льготы есть Вот приезжал ко мне, ой, суда, Алексей Он как раз занимается лесом Он говорит, я его, а что ты лес не выпишешь? Оказывается, то ли каждому жителю, значит, сельской местности То ли у кого есть дом, то ли настройство В общем, положено 50, якобы, я не знаю, я еще этим плотно не занимался Но якобы положено, да, 50 кубов леса То есть пишешь заявление в сельсовет, наверное Я не знаю, как зовут этот вопрос задал Игорь Уланов Ну, пусть, Игорь Ну, у меня есть замечательный пример Значит, как достучаться до властей Просто надо писать чуть-чуть повыше Если представитель сельсовет или как там Ну, как он сейчас называется там Глава сельского поселения Если он, так сказать, не реагирует Ну, слава богу, есть еще у нас районная, так сказать, власть Да, если районная власть не реагирует, можно написать губернатору Тем более, вот, например, у нас вот сейчас, скажем так, новый ИО губернатора И, так сказать, я думаю, не откажет Если откажет, самое главное Я просто вопросом плотно не занимался Самому даже интересно стало Вот много людей спрашивают, а у тебя есть баня? Ну, как-то мне не нужно было баня А может, хочется, ну, захочется Был бы лес, да? То есть я вот сейчас, наверное, после Нового года этим вопросом займусь Схожу в сельсовет И, значит, ну, я постараюсь на следующий день То есть до Нового года это все узнать И после Нового года эту тему мы еще к этой теме вернемся Мне самому даже интересно, правда, правда, правда Почему? Потому что, а что бы там курятничек, хератничек не построить Всякий, да, такой сарайчик под стены Может, все-таки я козочек заведу Да, не козу, а козочек, да Почему? Потому что, ну, браться деревню Деревню себе прокормить, я думаю А то, что, представляете, как там сельсоветы не хочет помогать Там, как он написал, душит Ну, как он душит, блядь? Ну, я говорю, у меня живой пример Значит, как В 16-м году, значит, дом у меня, значит, построен В 94-м году я покрыл крышу И как так волей судьбы Ну, страна, так сказать, интересно жила Финансовое положение другое было Ну, и забросил это дело, да И в 16-м году Что-то меня срубануло Думаю, ну, дай-ка я все-таки Зачем же я дом строил? Надо его доделать, да Ну, все, встал, куда делал ремонт дома Мы тут с Гегой поселились В холодильнике было Все хорошо Света не было практически никакого Там что-то 150 напряжение 100-140 Ну, короче, компьютер То есть включаешь свет Света не видно Ну, то есть компьютер на столе разглядываешь Компьютер, естественно, там Только хорошо батарейки Днем еще какое-то напряжение было Вечером труба, да Ну, значит, позвонили там в горсети Горсети говорят Мы тут ни при чем Позвонили, значит, в Владимир Владимирский говорят Да идите нахуй Мы только деньги собираем Сейчас же как, блин Один пуговицы пришивает, да Другой там Смотрел Райкина? Сейчас такая система Не, а сейчас систему-то сделали Электрическую систему в стране Разбили Один обслуживает ее Один деньги собирает, да Другой даже не знает, что делать Ну, короче, контор-то херище Вот, Татьяна Ферна у меня Золотой человечек Она упрямый, молодец Это, кстати, внук Бабушку Как они похожи Я вот на них смотрю Как на одно лицо, да Понятно, что поле в меня Скромность Молчаливость и прочее Ну, мы сейчас не об этом, да Татьяна Ферна сказала Не А что ж ты мне раньше, говорит, не сказала Где, говорит, Танечка Да и холодильник даже не запускался Татьяна Ферна написала В районную В районную, как обычно Идите вы, да Ну, мы же в России живем Нас куда все посылают-то? В лес, мне, да За валежником Да Значит, Татьяну Ферну отправили За валежником, значит Во Владимир Ну, Владимирские сказали А мы не при делах, братцы Мы только деньги собираем Где, батька, латика Там это ваши на местах чудят, бля Ну, Татьяна Ферна В общем, Татьяна Ферна дошла До самого главного какого-то их начальства Которое находится в Нижнем Новгороде Причем задолженности у нас по Свету нету Потому что Света нету, бля Какая может быть задолженность У него просто нет, нихуя, да Это вот как сейчас, да Хотел посмотреть выступление Так сказать Нашего Целикова, бля Хуя Нет возможности Почему? Потому что просто нет Света, да Вот Хочется сходить, так сказать В туалетный унитазик Нет возможности Воды, потому что нету Из-за того, что нет Света То есть у нас же все тянется Задружка И пришлось идти за сугробик, да Вот Поэтому Татьяна Ферна доубил И, значит Везде посылали Ну, там, видимо Люди поответственнее То есть Все мы бумаги представили Что мы все платим Все договора есть Все хорошо Мы Хорошие, значит Домовладения Все условия мы выполнены Только вы Условия То есть Предоставление услуг Не выполняете, да И у меня через Дня, через Ну, недели Недели-полторы Это все Писанина Все была Она и в прокуратуру Кстати, написала Вот И у меня через Десять дней Около дому Стояло Пять машин Три легковых И две Значит Они линейные Я не знаю, как называется Еще раз Хочу Сказать К работа К работягам К работягам Делали утечку Им хочется Я работал Ну, у них там И связников Машина легковая Была И два Сейчас Садком Называется Ну, везде И человек Извиняюсь Человек Восемь или десять Электриков Тут около Столба стоят И все стоят С актами Вот эти Мужчины Которые приехали На легковых машинах И говорят Подпишите нам Пожалуйста Акт Что у вас Все хорошо Я говорю Хорошо Давайте проверим У меня до сих пор Двести тридцать В розетках Вот видите Как свет ярко Говорит А раньше Если бы ты у нее Приехал В шестнадцем году Блядь Вот лучина Горела бы Вот свечка Ярче Горела бы Вот свечки Ты тебе Все рассказывают Щуриться бы Начала Все Понимаешь А указывается Через два столба От меня Идет линия На улице Хутор И какой там Как он провод Там Там же есть Да фаза То ли фаза То ли ноль Ебнулась Там отвалилась От столба На землю И там трава растет А я хожу тоже Откуда я знаю Я еще электричный Я смотрю Вокруг Зима На улице Минус двадцать А вокруг Столба трава растет Блядь Ну как то Они нашли Эту траву Да На ситуации Была еще Смеш Смешнее Да До следующих День приходит Комишунин И говорит И говорит Какая-то хуйня Случилась С электричеством Я говорю А что случилось А я ему тоже Говорил Выгорового Ну вот После пяти Пиздец У меня Ну какой там Чайник включает У меня холодильник И включается Хуйня У тебя проводка Внутри Домовая Хуева А тут все Сделано Новый Мне мальчишки Украинцы Делали Новый Как его Как Немногожильный Таким Толстым Медным проводом Все сделано Да Вот То есть Все делали Специалисты Вот И все Это уже С горсети Приезжали И приходит Шуря На следующий год Какая-то хуйня Я в туалете Зашел По нужде Помалой Думал О след Да И там По большой нужде Тужится Тужится Смотрю Лампочка Хуя Потухла Я думал Все у меня Потухло А что случилось Сосед Знакомый Друган Знакомый Пришел Померил У меня там Напряжение Ну в общем История какая Они просто Взяли эту фазу С той линии Которая идет До Федоровича До Шурина Сняли И ко мне Пацаны То есть Мне стало Заеметь Уйметь А у тебя-то как Я говорю Ну вот смотри У меня этот Я купил Аппарат Тестер Хуя Смотри 230 У меня 160 Я говорю Федорович А я-то что Он говорит А что у тебя Сколько Машин Стояли Я говорю Так вот Они как раз Электричество Мне и привезли Блядь Ну Специалист Сходил Там Специалист У вас хули Как-то фазу Фазу Блядь Он говорит Так что делать Я говорю Че пиши Куда Я говорю Сначала Угорсеть А нахуя Я говорю Сначала Тебя там Нахуй Пошлю Потом Пишу Владимир Блядь Так это же Геморрой Ну После Лени Летом Поменяли И у него И у него Стало Хорошо Ну я Своим То есть Те-то акты Подписал Что у меня 230 Про Шуринг Я ничего не говорил Ну что так Случилось Да Вот Дальше Братцы Какая история Ой Сейчас Мы Тему ЖКХ Затронули Этих Ну в общем Предоставление услуг Затронули Вот Видишь Электричество Потом Про Воду У нас Значит Ой Вы видели Сколько у нас Деревня Я понимаю Что сейчас Скажут Все изношено Тыры-пыры Я это все Проходил Лакински То есть Просто Надо посчитать Сколько стоит Это просто Понимаешь Димка Какая система Здесь просто Деревня И жаловаться Некому Когда Ко мне Приезжали Мальчишки С Тамары Да Когда они Немножко Выпили Самогонку Которую Привезли Угостить Меня Да Варим Скал Самогонку Братцы Я не пью Да По состоянию Здоровья Они когда Выпили Свою литр Самогонку Сказали А бабы У вас Есть Здесь Я говорю Бабы У нас Братцы Море Я уже Наверное Рассказывал Штуку Бабы У нас Море А хорошие Бабы А мы Когда выпьем Сразу На бабки Я говорю Хорошие 90 60 90 Может Я повторяюсь Братцы Но они Подумали Что в сантиметрах А я им Сказал Про года Ну когда они Знают Что про года Ну так вот Я это Чему-то Говорю Вот И у нас С водой Проблемы Я понимаю Что при Советском Союзе По нашей Улице По советской Да вообще По деревне Прокладывали Трубы Значит Новые Да Но сейчас Уже Советского Союза Скажем Так Уже 30 лет Нет Да Получается Вот Но Значит Народ С нашей Улицы Проявил Активность Скинулись И купили трубу Пластиковую То есть Не водоканал Купил трубу Пластиковую А уже Сами жители Купили трубу Пластиковую Почему? Потому что Ситуация С водой Я мягко скажу Заебла Не хочется ругаться Но тем не менее Я уже У меня У меня уже Стоит Второй Насос Под Как вам Поддерживший Давление С бочонком 20 литровым Первый у меня Уже сгорел Не выдержал Так сказать Перегрузок Песка И всего Эти херни Так У нас Проблема Теперь Эту трубу Которую Жители Сами Купили На эту улицу Проложить Почему? Потому что Ну Слава богу Прогресс Двигался И до бутылки Но дошел газ И сейчас Почти каждому дому На нашей улице Проведен газ Теперь им надо Согласовывать С горгазом Чтоб протянуть Но я вот Я вот лично Около своего дома Если бы мне сказали Я бы Юриком Подкопал И где надо Мне показались Так сказать Да Где Можно Где нельзя Я бы лопаткой Покопал Ради нового водопровода Да Он же у них Вот в ту сторону Он у них Каждую весну Перемерзает Да И у нас У них Как март месяц Так они начинают С флягами ездить Вот сюда К нашей колонке Потому что Перемерзла И всем насрать Понимаешь С чем дело Но Люди-то платят Поэтому Этот вопрос Решается очень просто Дмитрий Игоревич Просто нужен спрос Понятно Что сейчас уже Так сказать И когда Еще 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 И когда Начинают Рассказывать Военной песне Что водоканал убыточный Вот мне Когда начинают Рассказывать Там пишут Ты понимаешь Наш водоканал Я вот Всем официально Заявляю Братцы Что я в этой Отрасли Поработал И я знаю Что водоканал Всегда был С прибыли Особенно Значит Канализация Ну вода Естественно Потому что По поговорке Моего по полю Царства Срать Нельзя Погоди То есть Руки Мыть Надо Кушать Надо То есть Вода Всем Нужна Ну Естественная Канализация Хотя У нас Правда Канализации Нету Но он Шурину Приносили Квиточки На Канализацию Он Говорит Вы чё Иван Ну он такой Это Литературный кружок Прогурил Много Как и я Вот И он сказал Вы чё Так он туда ездил Говорит Вы чё Ёбнуты У нас нет на улице Канализации На хуй вы мне принесли Он говорит Ну вода-то у вас есть Он говорит Есть Так значит Есть канализация Он говорит Нет Ну вы бы что-то извините А если бы он хоть раз заплатил Пиздец У нас до смешного дошло У нас значит Кто собирает за электричество Они же собирают и за мусор Ты представляешь Вот связь электричества с мусором Какая Вот вечер Ну чё Вот в деревню Ну вот ты ко мне приезжаешь Ты видел у меня много мусора Да? Нет А всё сжигать же можно Да Потихонечку Пошёл там шашлычка Или не шашлычка Или он печку-прачку там Протопить Собакам приготовить Да? И сжёг Алкоголь Практически не пьём Ну вот Чё мы что Чекушку за три дня Если выпьем Только чекушку Опять под масло пригодится И та бутылка какая Да? Ну вот То есть Как правило Мало мусора Да? Вот И естественно Народ-то не платил Ну кто платил Кто не платил Ну вот Если я здесь мусор не выбрасываю Если я например В Владимире плачу за мусор Так я Татьяну Фёруну повёз Я пакет бросил Завёз Владимир выкинул Там-то я плачу за мусор Где мусор Там и плачу Да? То есть куда мусор Но тут-то нет Сейчас всё по-другому Где-то прописан Там плати за мусор Разводняк Да? А как же? Ну суть-то опять не в этом И значит мусор Интересов А тут сговор какой-то То есть кто собирает за свет Он же собирает и за мусор Почему? А потому что они говорят Электрик говорит А нас они попросили Мусорщики Собирайте за нас И всё То есть если ты не платишь Вот по этой квитанции За мусор У тебя не принимают за электричество А если у тебя долг за электричество Приезжают чуваки И отрубают тебя Заебись, да? Да 90-е? 21-й век А у нас 90-е Ну а как ракетиры Если ты не заплачешь за мусор У тебя не будет свет И пиздец Я помню работал директором ЖКХ Ты попробуй воду отключить Или отопление зимой А если ещё в дому Есть малолетние дети Вообще пиздец Ну тема ЖКХ Она вечна И Очень болезненна для власти Потому что у кого в руках Канализация водопровод Ты можешь кого хочешь И придушить И бизнес кончить И всё что хочешь Поэтому Я думаю Что банкротство Водоканалов Оно выгодно Но выход же должен быть какой-то Выход? Да Выход Дмитрий Игоревич В деревню переезжать? Ну в деревню тоже потихонечку Поджимаете Я вот тоже кстати Слушаю Умных людей Да И сейчас тенденция такая Что Я тоже задался Значит Тоже вопросом Почему в городах Строят Особенно в больших городах Строят Много-много жилья А потому что Выживает нас из деревни Ты знаешь почему? А потому что Деревенский человек Он Собственник У него свои Куры Свои яйца Да Он может просто Выкопить колодец У него будет Ну условно сказать Своя вода Ну так грубо говоря Туалетик Мжо Деревенские жители Более независимые Да Вот у меня у Шурина Например У него и слива растет И вишенка растет И грушка растет И яблочки растут У него и индоуточки растут У него и кур растут То есть у него есть и мясо Птицы Магазин не нужен Да И магазин По стоку По стоку Нужен Понимаешь В чем дело Он может привезти Условно говоря На целый год Мешок песка Или там 10 или 20 кг соли И все И на него надавить Никак А как сейчас надавить Можно Раз Я же тебе сказал За мусор не заплатил Значит за свет Не примут За свет не приняли Отключили тебя А мы уже К благам Цивилизации Привыкшие Да Ну я вот На всякий случай Купил генератор Так сказать Перед уездом В деревню Зная Значит Наши реалии Так что вот Вячеслав Великих спрашивает Дядя Вова Как достичь гармонии в семье Станицы Новопокровской Краснодарский край Ой вот Краснодарском крае Только и спрашивают Про это У вас же все есть Братцы Я был в станице Староминская Это обалденно красивая Станица Да У вас же все есть Самое главное Чтобы была гармония В семье Это Ну я так Убежден Убежден сильно Ну во-первых Любовь Понятно что Она с возрастом Потихонечку Так сказать Гаснет Да Вот Но тем не менее Надо уметь уступать Да Друг другу Надо Все равно любить другу Как-никак Да Вот Сколько В жизни Так сказать Передряг было Да И все равно Остается Семья Главное Правда 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 Вот я сейчас Тоже вот Ой С возрастом Так сказать Начинаешь Все равно Так сказать Листать жизнь Да Где прав был Где неправ Много где неправ был Но сейчас Я более трепет Трепет Ней Отношусь Так сказать Премьер-министр К своему Татьяну Федоровну Да Вот мне кажется Если бы у нас В стране Был такой Премьер-министр Вот бы Татьяна Федоровна Всем бы Хвоста Накрутила Ну Прежде всего Уступать Друг другу Да Любить Друга Доверять Друг другу Жить Друг друга То есть Вот мне сейчас Мне Даже не сейчас Вот Я это понял Знаете, братцы Когда Что ценить семью У меня Когда ноги отнялись В 2009 году И вот За мной ходила Вся семья Девчонки мои Татьяна Федоровна Вот Да 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 И Слово Мне понравилось Знаешь Что По-моему Розенбаум Сказал Что С годами Друзей Все Все меньше И потом Начинаешь Понимать Что это Была Шелуха А не Друзья Потому Что Вот Был у меня Друг такой Канфер Да Сейчас Уехал В Израиль Вот Ну По Причине Здоровья Да Я Моя Рассказал Фразу На которую Он очень Любился Года Полтора Наверное Два Ну Полтора До Точно Со мной Не Общался Причем Не Понравилась Ему Эта Фраза А Я Сказал Одну Фразу Мы Нужны Пока Мы Нужны Им Очень Это Не Понравилось Хотя Это Благол И Правда Вот Так Что Вот Братцы Семья Самое Главное Потому Потому Что Понятно Что Как Говорит Вот Если Будешь Старой Воды Некому Падать Так Когда Уже Будешь Помирать Вода Я думаю Что Не Особо Будет Нужна Тоже Есть Хорошая Поговорка Умирать Вы Будете Один В Одиночестве Ну Так На жизнь Устроена Но Жить Лучше Братцы В Семье То Есть Коллективная Так Сказать Жить Она Лучше Правда Прежде всего Уступать И Уважать Друг Уважать В первую Очередь Уважать Уступать Любить Тогда Будет Все Хорошо Ну Естественно Интерес Общие У нас Есть Внук У нас Есть Внучка Обалденная Хотя Есть Опять же Хорошая Поговорка Не надо Воспитывать Своих Детей Они Все равно Будут Похожи На вас Мне Очень Нравится Эта Фраза Она Так И Есть Потому Что Статьяна Ферна Мне часто Говорят Господи Ведь Поле Копии Ты Я Говорю Танечка Ну Зато Илья Алексеевич Копии Ты И Начинается Ты Да Ты Да Ты Но Мы Не ругаемся У нас Все это Любя Происходит Да Но Все равно Мы их Любим Все Понимаешь Есть Такая Стра Есть Вот Наверное Подразделим Так Есть Страсть А Есть Любовь Вот Страсть Она Пух Вспыхнула И погасла Да А вот Любовь Это такое Я думаю Что это Глубинное Такое чувство Да Это Как Василий Иванович То есть Петька Приходит К Василию Ивановичу И говорит Ну и Секс Тоже Должен Присутствовать А как же Да И вот Петька Значит Приходит К Василий Ивановичу И говорит Василий Иванович А что Главное В сексе Мне Ну Василий Иванович Так Посидел Уссы Почесал И говорит Знаешь Петька Самое главное Чтобы не тебе Самое главное В сексе Чтобы не тебя Мне понравилось Это выражение Что Главное В сексе Самое главное Чтобы не тебя Вот Поэтому Любовь Без любви Ничего не бывает Дети Рождаются Тоже Большой любви Бог дает Понимаешь Потому что У людей Бывает Много Примеров У людей Есть Деньги То есть Достаток То есть Все есть Желание И желание Есть А Бог Детей не дает Значит За что Человек Расплачивается Вот Мне как-то Часто пишут Не надо делать Добро Не получишь Зла То есть Не делай добра Не получишь Зла Не знаю Мне не нравится Эта фраза Я стараюсь Всегда делать Добро Вот Сейчас живой Пример Едут люди Из Санкт-Петербурга В Уфу Заехали Несколько тысяч Километров Ну Две С небольшим Тысячи Да Вот Я им всегда помогаю Они мне всегда помогают Да То есть У нас Ну ты сейчас С ними первый раз в жизни Общался Приятные люди Да Так что Рустам Будешь смотреть Женечка У нас все хорошо Главное По ссылочкам Нашу Не забудьте Потому что Татьяна Федоровна Очень на вас Надеется Да Вот То есть Приятно с людьми общаться Представляете братцы На Ниве На Шеве Нива С Санкт-Петербурга До Иркутска Прокатиться В отпуск Они когда Первый раз К нам приехали Я говорю Вот откуда С Байкала Я говорю На Ниве На Кулинето Да Понимаете Вот у них Вот Любовь Правда 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 Ну это Представьте Если не любовь Ну на Ниве Ехать до Иркутска Долго Да Ну другая Я бы сказала Ты че А у них нет Вот они каждый год То на Алтае ездят То Вот На Байкал Говорят Ты знаешь Как там интересно Едешь Едешь Хуя колесо сломалось Подшими Какое-то Блядь Туда сто Туда сто И хуя ничего нет Сразу глава включается И все Желание жить И желание жить В том числе Причем это Самое хорошее желание Дмитрий Игоревич Правда Правда Вот пишут Да Много Значит вопросов Ну как там В деревне Да Что там Видишь Не воды Не газ То есть не воды Значит Не света Если не будет Все труба Не-не-не Не труба Братцы Не труба Деревенские Всегда выживут В 90-х жили Я не скажу Что мы жили Припеваючи Но Вернулись Вернулись Поехали за дровами А я любил Сухостоем Тупить Я считал Что лучше Четыре трактора Сухостоем Жечь Во-первых Ты лес Почистишь С лесником Говорят Вот тут можно Тут нельзя Березов Не любил Почему Потому что Тяжелые Да Вот И мы нагрузили Телегу До проводов В деревню Ехали То есть Он нагибался Когда мы на тракторе Ехали Он в телеге Сидел И у нас Под Ёжево Была такая лужа Блядь А Ёжевская гора Там В горку Залетаешь Там такая лужа Была Метров Двадцать А у меня МТЗ-52 Блядь Без кабины Без крыльев Без нехода Был мотор Представляешь Газулька И руль Чудо техники И вот С разгона Как двинули Прямо с телеги Заскочили туда И телега Раз И Короче Перевернулась А там Жижа Пиздец И дрова А он на дровах Сидел Волчок Блядь И короче Не волчка У телеги Только колеса Блядь Часть Вот столько Колес Из лужи Видно Блядь Секундная Блядь Ну мне казалось Вечность Блядь Из-под этих Дров Значит А он В застиранном Это Как Тело грейки Штаны Такие Ватные Застерли И он Вырезает Шапку Снимает Вот так Вытирает Как Один в один И он Спокойный Такой Нельзя Прилично Блядь А у него Жена Верка Блядь Верка Блядь Сейчас Бегу Отстираем Давай У нас Полтора Час Собой Смог На всякий Случай Вдруг Замерзем Я говорю Давай Кому Это Дело Немного Спроснем Ну Разве Что Снутри Хоть Греть Будет Бух Ну Помоложка Чтобы Повеселее Жизнь Честное Слово Но видишь Все равно Есть тенденция Что люди Из города Переезжают В деревню Сельским Хозяйством Пытаются Заняться Как-то Прокрутиться Да Димка Почему Почему А Уезжают Из города Или хотят Уехать Из города Уезжают И хотят Уехать Ну смотри Какая история Как ни крути Ведь город На жопу Быстрее Сядет Чем деревня В плане Быта Даже Небытная В плане Жития Вот Сейчас Отключи У нас Свет Да и Хуйся Да Генератор Пока Поработает Но У вас Печек Нет Но Печку Можно Сделать Да Ну К примеру Да Вот Сейчас У меня Какие-то Раз Катаклизмы Ну Вместо Газового Котла Я поставлю Условно Говоря Там Дровяной Какой-нибудь Ну Никто За мной Не следит Сколько Я там Валежника Сжег Ну К примеру Ну То 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 Вода Вот У меня В пруде Да И так У меня Вода Весной Штыка Пиздец Вода Летом Метр У меня Вода То Не умрет Деревня Мы В 90-е Выжили И Причем Я не скажу Что Мы Да Может Мы В 90-е Колбасы Меньше Ели Да Но В студии У нас Всегда Был Заливной Всегда Было Курочка Грубо говоря Да Курочка Была Не такая Розовая Щекая Да Спортсменки Были Но Там Какой Был Навардин Ты Просто Не застал Те времена Куда Ну В принципе Можно В чем Вот Если Теща Курочку Свою Забьет Там Даже Жиринки Плавают В супе В курином Супе Они такие Жирные Жирненькие Не плавают Понимаешь В чем Дело И мясо Это Магазин Запах Мяса Не такой Как С войска Но Сейчас Живишь Палки В колеса Ты Сам Не Можешь Никому Ничего Продать Ну Понятно Что Строгость Российских Законах Смягчает Необязательность Их Выполнение Все равно Русских Найдут Как Обойти Все Это Дело Но Тем Не менее Палки В колеса Ставят Почему Потому Что Повторяюсь За Сегодняшний Разговор Что Выживают Деревенских Из Своих Настежных Чем Городские Хотя Сейчас В городе Деревенских Много Ну А почему Хотят Ну Потому Что Наверное Просто Хотят Жить По-нормальному Дышать Свежим Воздухом Ну Понимаешь Вот Я же Хожу Без маски Без Ничего Да Свобода Да Ко мне Люди В гости Со всей Штарной Приезжают Да Вот Они Приезжают В гости Вот Они Летом Особенно Или Зимой В мороз На небо Посмотрят Говорят Блин У вас И не Будет Никак В городе Так Ежу Понятно У нас Его Да Никак В городе Потому Что Ближайший Город 50 Км Вязики Да Там Нихуя Еще Не работает В принципе В объемах СССР Что там Турбады Милы Еще Что там В золото Полтора Цеха Работает Ну Вот Сейчас Что Пластмассы Какие Делают Но Это Не те Масштабы По сравнению С СССР Понимаешь В чем Дело То есть Ну Мы Все равно Деревня Загнется Самая Последняя Ну Здесь Более Подготовлены К жизни Люди Скажем Так Вот Я не скажу Что Жизнелю Бестие Да Но Более Готовые К трудностям Но Жизнь Оставит И городские Как бы Приспособиться С одной С стороны Намного Сложнее Все То есть Мы Вот Сейчас Сейчас Какая-то Проблема Да Вот С водой Я эту Ямку Сейчас Выкопаю Поставлю МЖО В гребную Яму Сделаю А ты У 16 Этажки Сделаешь В гребную Яму Она будет Полной До обеда Согласен Здесь Я за водой Съезжу На Бурилку Вот у нас Да То есть В 37 Или 36 Году У нас Пробурили Скважину И не стали Тампонировать Нахуять Что С 37 Года Ничего Я не возил Не разу Бурилку Надо показать Возил Вот Поэтому Ну проживем Колодцы Есть Тут Господи Ну проживем Проживем Почему Потому что Еще раз говорю Мы ближе К земле Вот Опять же Верит Не верит Но вот Каждый год Мы сажаем Пять мешков Собираем Восемь Говорит Да глядь Пиздите Ты вон Видел Какая Сейчас Картошечка Да Ну С кулак Да Как батя Мне говорила Земля на дура Ты говна На тебе добра Да Коров не всех Поубивали Скажем так Ну опять же Мы делаем Так сказать С Татьяной Феорной Севый Бород Мы на одном месте Много не сажаем Вот Два-три года Сажаем на одном месте Потом просто Передвигаемся Учатся Слава Богу Позволяет И все Алексей Громов пишет Привет Дядя Вова Какая у тебя Самая запоминающаяся встреча Нового года Судейслава Костромская область Ой Знаешь Какая Динка Я тебе сейчас расскажу Вот Это Это Ну по духам Они встречали С 83 на 84 Дни о чем Да Ну тоже Духов был Я помню Только Айсберг пели Пугачё Вот нас Посадят В этот У нас Как сказать Ну так В армии называется Взлётка Вот нас На взлётке Ну я тем более В авиации служил То есть вот Налево была авторота А направо Значит Ротосвязи Да И вот здесь Висел телевизор Чёрный-белый И Алла Борисовна Пела Айсберг Это был С 83 На 84 Год Ну и с Какой Новый год А никакого Ротоотбой Ну понятно Деды там Кто год отслужил Тоже пошли Пумпурум А нам Не надо было Говорить Духом Два раза Отбой Не говорили Там только Там ещё Не успел Дежурный По роте То есть Дежурный По части Или там Дежурный По роте Сказать Что Ротоотбой Ты засыпал До 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 Последней До 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 а то уже зацепал, да, в дух был, да, а вот запомнился, значит, с 84-го на 85-й, я в то время служил в ВЧ-17-991, по-моему, у нас же она была, да, это рота управления штаба дивизии, 20-я истребительная дивизия, да, и мы, значит, шеф у меня был, это хорошие мужики все были, да, ну, в общем, каждый спросил у шефа, что и где нам быть в Новый год, мужики у нас были молодые, моему было, по-моему, 44 или 45, полковнику Щайпину, ну, там не старые мужики, Соломонов был у нас, майор Зампутыла, вообще обалдеть, на полковничной должности майор был, ну, не суть, в общем, все молодые, все сказали, так, будьте на телефоне, то есть в автопарке сидите, надо будет, позвоним, ну, один подъехал к своему шефу, то есть, ну, мы были как сыновья, то есть, такая была армия, понимаешь, сейчас не знаю, как в армии, но вот, ко мне шеф относился, как к сыну, то есть, день рождения, мой день рождения, 12 февраля, мы справляли у него дома, ты представляешь, то есть, он меня позвал к себе домой, Вера Ивановна, супруга его, там, тортик спекла, или пирог, не помню, ну, в общем, там, вкусности, приятно, да, вкусности, картошечки там пожарили, я не помню, выпивали, по-моему, по рюмке-то мы с ним выпили, причем, такой, хорошей водочки, это вот я помню, да, для дня рождения, вот уже, кстати, 80, уже в 85-м году, ну, вот, и Новый год был обалденный, и я, так сказать, к своему-то подъехал, спросил, вот, товарищ полковник, ну, точно, я вам сегодня ночью не буду, блять, а у нас, у меня подруга была, Ирка, в этом, плодовый ягодный софос, вот в сторону ехать Владивостока, и там, налево, ну, как я тебе хазиться, так сразу ею, вот, да-да-да-да-да-да-да, и Леха Демкин сейчас живет, по Царамскому, ой, мне, Юрка, реально, ну, в общем, у нас наша вся ГОП-компания, все сродоуправления, вот, ты представляешь, молодые были, нихуе, ничего не боялись, ну, в общем, шефы наши гуляют, в ДОСА, это Дом офицеров Советской армии с женами, с семьями, да а мы, значит, на УАЗике по-моему 47-90 на замкомандир дивизии полковник Шимон у нас был такой украинский еврей такой мужик был вот ты как бы тебе сказать у меня почему-то представление полковника вот вид полковника внешне это вот полковник Шимон был такой Владимир Фокич представляешь вот это вот образ а образ летчика это вот был как раз мой шеф начале штаба дивизии такой подразделяющий полковник обалденный мужик был ну вот, короче говоря, чем запомнилось ну мы сели на свой страх и лес и вечером поехали, значит, в совхоз плодово-ягодный ну у каждого там девчонка своя была так сказать, любовь армейская приехали да, ну естественно мне даже в токарчике я вот выкладывал видео у нас есть там дэ-дэ-дэ-дэ ну армейские приехали, значит, ну естественно выпили, закусили нас хорошего там приняли и потом, значит, ну 12 часов там еще раз по рюмочке по шампусику, по хирусику если спросят, откуда деньги че-то те, знаете, были а много ли там надо-то было я не помню, сколько 5 рублей, что ли или не помню, сколько браться вот если кто помнит, сколько шампанское стоило в 85-м году или 3,50 у нас стоило, блядь ну что-то не очень дорого все это было а может 5 рублей ходит ну нам надо-то было чисто для этого для пум для шипения, для пум чтобы вылетел Новый год и потом, блядь, молодость Димка, ты представляешь, мне было 19 лет, блядь и потом кто-то кто-то, значит, сказал а пойдем в клуб на танцы ведь раньше танцы были это сейчас хуй кого загонишь кого загонять сейчас это, блядь с этой хуйней надо эти, блядь, пропускать всякие хуя ска да, циферки, квадратики, блядь а раньше, пойдем в клуб то есть, представляешь ну, в деревенский ну, там совхоз был ну, в деревенский клуб идти с какими рожами, блядь нас никто там не знает да причем с девками с девчонками с этой же деревни, блядь да ну, мазики да ну, молодость была у меня ты представляешь ну, суть-то не в этом ну, и, так сказать такой же, какой клич а пойдемте в клуб такой же твен был, да а пойдемте и мы пошли в клуб ты представляешь нас было Колька Ханыкин Юрка Рябин я Дема по-моему, все наверное, да и вот мы вчетвером ну, естественно мы тут с сержантскими погонами естественно, груз колесом тут воин-спортсмен отличный блядь, да заслуженный библиотеку России чего только не было, да и мы пошли с девками туда естественно, под мышки естественно, под шофе ну, наверное, знаешь, чё было хорошо наверное ну, такое, знаешь армейское братство было то есть один из всех все из одного типа, четыре там три мушкетюра и дартальян с ними ну, я естественно усадый по этим дартальянам потому что все остальные были безусами точно один я был точно-точно у Лехи Демкина у него только такие знаешь, как он на портос очень похож был у него такие небольшие усишки были да, он такой ну, мне кажется с одного-то раза мне кажется, бы как-то не валил ну, баран-то бы, блядь пришлось бы скорого вызывать ну, и короче мы пошли туда пришли ой а там как на наше счастье может, несчастье а там, значит у Пилса раньше же не было в 85-м году еще дискотек не было раньше вот, новый да и там у Пилса усмерть барабанщик а я же до армии на танцах играл в собинке, да на барабанах стучал да и в школе тоже в школьном это, значит ансамбле вот ну и все представляю, танцев нету то есть целая деревня внутри пришли 4 солдатика там, естественно все уже, блядь костетики примеряет там, молоточки топоры да солдатики стоят пьяненькие такие все веселенькие девчонок кто за попку кто за титечку трогает да кто за талию блядь прижимает к себе ой, блядь а у нас грудь-то вот так ебать колотишь что ты, блядь герои СССР по футболу но не суть и значит такой вот Санька по-моему был ну, типа на сол ну, самый старший в ансамбле но никто не может играть то есть народ есть праздник есть блядь, барабанщика нет ни хуя и он прямо в микрофон говорит ну, не братцы он говорит ну, уважаемые там гости, млядь тыры-пыры там, насельчане, млядь ну барабанщика у нас нет поэтому танцы как-то все не так в принципе может кто думает кто куда но, какой раньше думает что там смотреть-то дома-то, блядь голубой огонек опять ну, сейчас-то там смотреть нечего ну, туда-то что там ну, не то все там, лещеньки хуя, кобзоны хуёные а все-таки молодым-то надо а уже самоцветы шли ну, так сказать на пластинках-то крутили ну, то есть уже арахсы, херахсы там тоже у шамана три руки тот же спейсы всякие ну, как-то это все равно не пластиночное время-то было такое да вот ну, я такой я говорю да я могу да ладно, блядь пацан-то говорит я говорю да ну, садись, если сможешь сыграем поворот давай и мы, короче часов до четырех естественно, сразу мы стали козырными парнями наши уже пацаны я-то все барабанил конечно там ну, а что делать-то? ты же не скажешь, что все пошли и вот что-то так феерично это все было и нас никто не искал самое главное где-то часов наверное в пять ну, молодые же господи, там какой спать ну, естественно там подливали ну, местные пацаны бля, на хоре пацаны да мы все ну, как-то все без драк безболезненно и девки были все рады да и целовались естественно на кухне с обоими вот ну, Димка ну, такого Нового года у меня не было ну, может быть, еще вот когда уж мы после института сюда приехали ну, уже женаты были это же не то всех подряд ты уже по попе ты не хлопнешь, да? по башке хлопнуть а в то время и вот почему-то мне этот Новый год так запомнился ну, такой был обалденный мы, значит представляешь мы в пять еще пришли еще и выпили и закусили и точно мы на 47-90 на машине Колька Ханекин за рулем был и, короче часов где-нибудь полседьмого мы только поехали в час представишь мы же то есть у нас станция угловая Артем 5 адрес-то был, да? а мы жили прямо около аэродрома там еще живой этот аэродром угловский на угловке, да? а гарнизон стоял на трассе Владивосток-Уссурийск и так ответвление на Владивосток аэропорт такая развилка была здесь написано Уссурийск туда ехать а сюда значит аэропорт а он туда 27 километров Владивосток и мы едем представишь ну там Владивосток красивый бухта там если не бухта Амурский залив все так все красиво балдено ни одна машина вообще никакого никакие гаищники хуй и вот мы на этом УАЗике полседьмого едем да приехали в автопарк всю машину поставили ну там уже кто-то с нашей тоже ротой мальчишки дежурные были там еще спиртику пум-пурум ну и потом начались уже звонки там в 9 кто-то позвонил там дежурную по штабу дивизиям то есть а мы подчинялись штабу дивизии и вот как-то мне ну так феерично все это было ну наверное было еще первый раз во взрослой жизни ну уже в армии блядь это сейчас-то 19 лет говоришь ну господи блядь он еще ссать-то сам умеет или в штаны писается да а ведь раньше-то в 19 лет да блядь это что герой союза футбола блядь да по три лычки да штанишки да а мы ходили в то есть у нас писк был знаешь какой был в то время не в парадке ходить а все водилы ходили назывались чешухи это полевая форма офицерская она чуть-чуть она парадка ну светлая какая-то такая ну зеленая не очень темная а вот это офицерская полевая форма у нас была у них была офицеров она такая темнее чуть-чуть темно-зеленый цвет обалденный такой ну естественно через задненькое лицо за все морпеховские сапожки у нас были почему потому что у нас на угловой был значит госпиталь морпехов там же бригада морпехов под Владивостоком стояла сейчас не знаю там дивизии а может и дивизии нет по-моему бригада ну и там естественно за спирт шило так называемое морпехи которые лежали у нас в госпитале сдавали эти тельняшечки и естественно сапожки морпеховские ну естественно в полку в батальонах естественно в отдельных этих батальонах вообще ну только в такой форме одежде ходили только водители со штаба дивизии ну потому что кто если шеф тебе разрешает кто там тебе придет и скажет и ты блядь иди сюда ты скажешь сейчас я шефу скажу и он тебе скажет иди сюда и там уже будет Камасутра да вот с 84 на 85 Новый год конечно у меня был такой феричный на вопросах от подписчиков по-прежнему так же много присылают со всей страны но наше эфирное время заканчивается мы исправимся да что ты можешь пожелать нашим дорогим подписчикам ну как посмотреть статистику подписчики у нас молодые то есть молодые и средний возраст ну самая основная масса да это где-то по-моему от 16 до 44 да а это самая активная между прочим часть населения потому что я по себе знаю до 45 тысяч дым идет из некоторых мест да вот вот и шевелится все что сейчас уже не так активно шевелится да вот ну что братцы я желаю самое главное здоровья быть уверенным в себе не унывать не жаловаться на жизнь все к лучшему братцы честное слово я больше чем уверен ничего не бывает братцы вечного может не меняются да а мы все равно должны жить любить так сказать множиться братцы правда 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 если у нас будет любовь и вера в лучшее все будет хорошо нас никто не победит честное слово мы еще значит если вам понравится пишите значит в комментариях мы можем в принципе эту значит тему продолжать то есть то есть вы вопросы мы ответы я не претендую значит браться на аналитику в политике но за жизнь поговорить братцы ради бога то есть у меня жизненных примеров очень много бог меня сводил слава богу с замечательными людьми в основном принципе да поэтому спасибо что вы с нами спасибо что вы нас смотрите если кого-то я убедил очень прошу большого извинения просто прошу прощения да здоровья удачи в новом году и всего самого лучшего пусть самое лучшее все случится в следующем году до свидания братцы всего вам доброго пишите комментарии мы вас ждем до свидания с наступающим